Высшая школа информационных технологий и систем, больше известная по сокращенному наименованию ИТИС, относительно молодая структура Казанского университета. Высшая школа создавалась для практической ориентации студентов-математиков и программистов на современный IT-рынок. Это обусловило некоторые нюансы дорожной карты, которую представил директор ИТИС Айрат Хасьянов. В 2017 году, по итогам начала года, мы можем говорить о том, что у нас существенно увеличилось качество публикации, у нас количество цитат на публикации стало 9,4, было 2,2. У нас увеличилось международное сотрудничество, у нас на предыдущем слайде было 30% в 2015 году, вот сейчас у нас 16,44-46 стало в 2017 году. Итак, куда стремится Высшая школа? В стратегию развития подразделения Вашей программы дополнительного образования, увеличение численности приглашенных профессоров и открытие новых магистрских программ. Согласно представленному проекту дорожной карты на ближайшие годы, коллектив Высшей школы ИТИС видит свое развитие через призму интеграции максимального числа институтов и факультетов КФУ в междисциплинарных исследованиях и проектов. В разработке технологии на базе фундаментальных научных и медицинских исследований тему продолжил проректор по образовательной деятельности КФУ. Дмитрий Таюзский познакомил слушателей с собственным видением реализации новых образовательных программ. Но тем не менее мы должны закрыть нишу, которая сегодня пустая и готовить просто тех же самых бакалавров, не магистров, а в области робототехники. Заслушав доклады, глава ВУЗа обратил внимание слушателей на необходимости решения ряда финансовых вопросов. Попробуйте сбалансировать с финансами. Надеяться на то, что нам кто-то чего-то даст, но не приходится сегодня, ужесточается в целом по стране. Поэтому планы должны быть в дорожной карте, они более реалистичные, более конкретные, акцентированные на те проекты, которые сегодня подкреплены финансами. Дискуссии были активны. Например, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ отметил, что для попадания в предметные рейтинги стоит увеличить количество работающих сотрудников и, как минимум, увеличить количество исследований и научных публикаций по ним. В целом стратегия была принята, но с условием, что коллектив ИТИС возьмется переработать ее с учетом рекомендаций, прозвучавших от Ильшата Гафурова и проректоров. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин